Около 11 тысяч туристов не смогут вылететь в Турцию. До конца этого года по вине авиакомпания Atlas Jet, которая отказалась выполнять чартерный рейс из Казахстана. Об этом сегодня на специальной пресс-конференции журналистам сообщила заместитель главы Национальной Платы предпринимателей Гульнар Курбанбаева. Проблема в том, что отечественные турагентства закупили до октября путевки авиабилеты на перелеты у Гульнар Тур, в свою очередь приобретавшие турпакеты у иностранной компании. От действий турецкого перевозчика уже пострадали более 60 казахстанских туристских компаний. Временную приостановку полета в Atlas Jet связывают со сложной финансовой ситуацией в Гульнар Тур, которая, в свою очередь, задолжала миллионы долларов турецким авиаперевозчикам. Генеральный же директор туроператора по неподтвержденным пока данным мог скрыться за границей, выехав туда по поддельным документам. Как известно, в отношении руководства Гульнар Тур прокуратура Алматы возбудила уголовное дело. Нанесенный ущерб туристам оценили в 30 миллионов тенге. В Национальной палате предпринимателя не исключает, что туроператор из-за финансовых проблем может объявить о своем банкротстве в самое ближайшее время. Сложившуюся проблему казахстанская сторона намерена решать и через Международную организацию гражданской авиации ИКАО. Если вопросы компенсации и вопросы выплат будут достаточно значительными, скорее всего, есть возможность прогнозировать о том, что будет объявлено официальное банкротство. Мы намерены провести соответствующий переговор с компанией Atlas Jet с требованием выполнить все необходимые обязательства, которые они взяли, Будучи принят на себя обязательства, быть регулярной авиакомпанией, занимающейся вопросами перевозки наших казахстанских граждан на международные курорты. В частности, в Анталию. И очень надеемся на то, что международные организации по правилам ИКАО также будут с нами в этом процессе участвовать. Вполне возможно, что печальный сценарий может повториться и в будущем туристическом сезоне, говорят в МПП. Контролировать рынок нужно жестко, считает Гульнар Курбанбаева. Мы сегодня должны заниматься, как представители бизнеса, этой работой. И один из путей решения – это создание саморегулированной организации, которая будет этот рынок жестко контролировать сама, жестко регулировать и ценовое поле. Это не значит, что монополия какая-то, но это возможность повышения качества услуг, комфортности услуг, стабильности услуг. Вот это за счет того, что мы будем возрождать саморегулированную организацию. Вот за это Национальная палата будет обязательно биться.